добрый день уважаемые коллеги спасибо большое за приглашение с и возможность выступить с таким интересным докладом можно презентация откроется достаточно по названию обширная тема постаново стараюсь остановиться на самых ключевых моментах начнем вообще с того что такое мутация в гене бера в структуре колореттального рака есть сама 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 мутация бераф делится на три класса всем нам известная и самая частая из них это в 600 я которая составляет 95 процентов относится к первому классу класса эти подразделяются от активности тирозинки на знай зависит зависимости от класса мутации запускается каскад просто стоили иной силой самый активный каскад это первый класс который и является нашей самой частой мутации в чем опасна эта активность и почему стоит обращать и знать про это потому что при сильной активации этого каскада возникает всем нам известная резистентность резистентность к монотерапии таргетными препаратами которые скажу чуть дальше и колоректальный рак является исключением из всех опухолей допустим если сравнивать его с меланомой то запуск каскадного пути бера в прикол ректальном браке всегда ассоциирован с развитием резистентности также если брать прогностический фактор и в зарубежных источниках также указано что первый класс мутации который является выше соте также может быть и в 60 д к и r мутации они являются более неблагоприятным прогнозом для заболевания 2 2 класс менее активный но также ухудшает прогноз а третий класс можно практически приравнять к дикому типу мутаций пациентов с мутацией генебираф что такое мутация генебираф в колоректальном раке по профилю пациентов по фенотипу если брать чистоту ее то в россии примерно по нашим данным по российским сейчас которые опубликованы это московские коллеги из них блохина это около пяти процентов 5,2 если брать у нас в институте ведется исследование также по этому в этом направлении и из из наших данных это чуть чуть выше получается но пределах той же значимости около 6 6 с половиной процентов по фенотипу это наиболее часто женский пол пациента наиболее гистологически частый тип опухолей это муцинозные чаще они поражают отдаленные лимфатические узлы брюшина метастазируют не обладают высокой опухолевой нагрузкой также не стоит забывать о том что в мутированных опухолях в 20-30 процентах случаев то есть от тех пяти процентов которых бираф есть практически треть будет сочетаться с микростолитной нестабильностью что может нам открыть достаточно большие опции для лечения поэтому если мы находим пациента бираф мутацию и мы не тестировали его на микростолитную нестабильность стоит это сделать конечно ближайшее время касаемо прогноза проводились два больших исследования ретроспективных и по объединенным данным из этих двух исследований можем видеть что медиана общей выживаемости у пациентов с мутацией 10 и 8 месяцев у пациентов с диким типом 16 4 десятых месяца составляет соответственно прогноз у пациентов и выживаемость с бираф мутации хуже перейдем к лечению колоректального рака с мутацией в гене бираф обратимся к нашим рекомендациям то что является первой линии лечения это полфоксири сбиваться зумабом более агрессивный подход чем опухоли дикого типа но обусловлен наверное как раз о том что я сказал тем что пациентов хуже прогноз еще обусловлен факторами резистентности которые развиваются которых я скажу чуть дальше если мы выявляем прогрессирование на фоне на фоне первой линии мы переходим к лечению второй линии и тут у нас появляется несколько вариантов либо это комбинация химиотерапии фолфири с моноклональными антителами флиберцембивоцузумаб рамоцирумаб либо это комбинация анти gfr антител с бираф и мек ингибиторами случае если мы не можем назначить химиотерапию в первой линии фолфокс фолфоксири сбиваться зумабом это может быть связано с тем что состояние пациента не позволяет назначить столь тяжелую для переносимости схему мы можем прибегнуть сразу комбинации цитуксимаба понятому маба с таргетной терапии и снова не забывать о том что можно протестировать пациента на микристаллитную нестабильность и тогда в первой линии мы можем принять возможность назначения химиотерапия дать предпочтение иммунотерапии которая отмечается более благоприятным профилем по переносимости обратимся к данным аску 2022 года касаемо стандартного лечения пациентов с бираф мутации это представлены исследования которые касаются именно лечения пациентов с бираф мутации нестандартные подходы в первой линии здесь предоставлены данные по стандартной химиотерапии фолфоксири сбиваться зумабом и стоит обратить внимание на метаанализ который был сделан я уже упомянул о том что пациенты с бираф мутации имеют худший прогноз также могут быть более худшем состоянии перед началом лечения поэтому здесь следовали сравнили данные фолфоксири сбиваться зумабом и также стандартной химиотерапии фолфокс которая чуть легче и фолфири сбиваться зумабом которая чуть легче все-таки переносится чем комбинированная фолфоксири во второй линии прибегают к химиотерапии фолфири также как и в наших стандартных рекомендациях со флиберцепным или рамуцирумабом и последующие линии остаются конечно вопросом для поиска терапии подход к таргетной терапии если схеме терапии в первой линии у нас все понятно то как выбрать таргетную терапию во второй линии и на что обратить внимание стоит помнить о том что неоправданно применение брав ингибиторов смех ингибиторами в монотерапии например как мелан при меланоме потому что при применении в монотерапии данных препаратов мы всегда наткнемся на реактивацию пути сигнального выше и столкнемся с резистентностью этой терапии резистентность реактивируется либо путем бравмек либо пик пи и 3к с а к т т путем на в принципе на картинке виден этот сигнальный каскадный путь доклинические результаты нам показывают о том что многоэтапный подход к таргетной терапии что-то еще нужно добавить к брав и мек ингибирование чтобы достигнуть каких-то результатов в лечении здесь подтверждаются слова и подтверждаются данные о том что монотерапия брав и мек ингибиторами не эффективно чистоты ответов нескольких исследованиях проводимых за рубежом не предоставили никаких данных нам где-то 5 процентов максимальный ответ 12 процентов выборки пациентов также маленькие зависит это все от того что достаточно редкая мутация перейдем к вопросу о том что комбинировать и какую таргетную терапию добавлять к брав и мек ингибиторам почему не можем монотерапии это назначать проводились пилотные исследования по поводу комбинирования различных препаратов были комбинации доброфениба с понятным мабом доброфениб трометиниб с понятным мабом и трометиниб с понятным мабом самую высокую эффективность показала тройная комбинация где мы блокируем и gfr брав и мек в пути и это наталкивает нас на исследование которые сейчас проводятся по комбинированной терапии во второй линии самое большое исследование которое сейчас идет это исследование биокон в америке по дизайну исследования это пациенты с метастатическим колоректальным раком с мутацией в 600 е в генебираф с прогрессированием заболевания после первой или второй линии лечения в нормальном удовлетворительном состоянии и кок 0 или 1 и отсутствие предшествующего лечения таргетной терапии были разделены на два рукава с энкорофенибин тимбин тенип цитуксимаб и двойная дублет энкорофениб цитуксимаб группа контроля это химиотерапия фолфири с цитуксимабом или ринтокан с цитуксимабом первичная точка исследования это была общая выживаемость и частота объективных ответов во вторичных конечных точках сравнивают эффективность комбинаций с триплета и дуплета соответственно и также проведен субанализ сейчас в 2022 году представлены данные по возрастной группе пациентов которые были включены в исследование это меньше 50 лет и старше 50 лет пациент если мы посмотрим на выживаемость без прогрессирования то по медиане мы сразу отмечаем в обеих группах и младше 50 и старше 50 лет увеличение 4 4 и 5 месяцев в отличие от полутора месяцев в среднем с группой контроля если брать суб анализ который проводили и брали пациентов моложе и старше 50 лет здесь никакой разницы выживаемости без прогрессирования не отмечено по общей выживаемости также мы выигрываем в два раза вот назначения во второй линии таргетной терапии по разнице в дуплетах и триплетах также в возрасте никакой разницы практически нет на эффективности если посмотреть то пациентов моложе да чуть-чуть видно разница медиане у пациентов старше 50 лет практически нет разницы в дуплетах и триплетах терапии по результатам мы наблюдаем да что исследование достигло своей основной конечной точки это продемонстрировали значительное преимущество с точки зрения общей выживаемости выживаемости без прогрессирования частоты ответов объективный в пользу таргетной терапии у нас есть различия между комбинациями у нас нет различий наоборот между комбинациями дублетов и триплетов возрастных категориях и по профилю токсичности он достаточно благоприятный и исследовать исследователи не столкнулись какими-то неожиданными нежелательными явлениями серьезными сохранилось качество жизни пациентов эти явления которые были описаны они в принципе были управляемые в 2023 году уже в этом году были представлены обновленные данные по исследованию анкхор это исследование в первой линии у нелеченных пациентов с применением таргетной терапии это энкорофениб с бенетимимом с цитоксимабом сравнивается с цитоксимаб схеме терапии в контрольной группы прикол колоректальном раке также мутированным бираф зацензурированы еще данные по поводу контрольной группы но мы можем посмотреть на выживаемость без прогрессирования общую выживаемость медианы представлены и частоту объективных ответов что составляет 47 процентов достаточно высокая чистота объективного ответа если обратиться к результатам и к выводам которые были представлены исследование достигла своей основной конечной точки чистоты объективных ответов 47 процентов нижний передел доверительного интервала там был 30 30 по данным исследованием 37 7 поэтому основная точка конечно у них достигнута медиана наблюдения 14 с половиной месяцев общей выживаемость 17 2 месяца результаты в принципе если смотреть по месяцам и смотреть по тем результатам которые мы достигаем в первой линии используя химиотерапию не сильно отличаются от применения таргетной терапии в первой линии поэтому здесь ситуация такая что частота объективных ответов да выше но результаты в общем исследователи сейчас докладывают о том что они аналогичны результатам которые применяются с химиотерапии комбинация триплетов хорошо переносится также поддается контролю из-за нежелательных явлений новых каких-то необычных не отмечено и обнадеживают данные с конечно с бикс чистотой объективных ответов и нужно искать комбинацию возможно таргетной терапии с химиотерапией такие исследования тоже проводятся но данных сейчас мало еще не представлены в общем выводы по по теме что что метастатический колоректальный рак является гетерогенной группы заболеваний своими клиническими прогностическими предиктивными особенностями ингибиторы пиров изменили общий прогноз однако не сразу это случилось да нам потребовалось время для того чтобы выявить пути резистентности через активацию gfgf и найти обход к этой резистентности то есть найти комбинированные варианты таргетной терапии с анти gfg препаратами вместе чтобы они работали во второй линии комбинации триплетов имеют большие дают большие надежды на к нам требуется подбирать лучше профиль пациентов возможно как-то исследовать молекулярно-генетических более шире чтобы это применение было оправданно а также в первой линии если мы берем биров мутированный колоректальный рак с микростолитной стабильностью первую линию лечения в этом случае нам еще стоит разузнать потому что и ведутся большие исследования по поводу применения иммунотерапии с химиотерапией при микростолитной стабильности все-таки с опухолями которые со стабильным геномом нам немножко сложнее таргетная терапия как уже показано в ангхоре не дает никаких результатов значимых в отличие от химиотерапии поэтому продолжаются новые исследования ведется поиск спасибо за внимание